Впервые люди познакомились с огнем еще во времена Палеолита. В некоторых культурах он считался священным и очищающим, а в некоторых внушающим ужас. Мы же с вами сталкиваемся с ним ежедневно, в нашем повседневном быту. Но есть люди, для которых огонь – это работа или призвание, если хотите. Сегодня мы с ними познакомимся. Согласно архивным документам, организация пожарной охраны в городе началась в марте 1931 года. Тогда из Ленинграда были переброшены начальник военизированной пожарной команды, два его помощника и 12 человек рядовых. Остальным составом команда должна была укомплектоваться на месте. Никаких сооружений, депо, общежития и так далее к этому времени не было, люди размещались в палатках. Из противопожарного оборудования была только одна ручная труба и одна бочка на санях. В этом году Кировскому филиалу государственной противопожарной службы исполняется 85 лет. Сегодня мы находимся в музее этой пожарной части, где представлены экспонаты, рассказывающие нам о том, как начиналась работа огнеборцев в нашем городе. С начала года на территории Мурманской области произошло более 200 пожаров. Основными их причинами являются поджог, неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Реагировать пожарные должны мгновенно. Именно на этот диспетчерский пульт поступает первый звонок в случае возникновения пожара. И именно отсюда дается команда на выезд пожарных автомобилей. В результате постоянных тренировок пожарные выполняют нормативы на уровне инстинктов. Времени на раздумья нет. Надо спасать людей. С момента подачи сигнала тревоги до выезда пожарной машины должно пройти не больше минуты. Каждый раз по сигналу тревоги именно отсюда выезжает пожарный расчет в составе двух автоцистерн и одной автолестницы, чтобы оперативно ликвидировать возгорание. Состав, личный состав ныне филиала, это довольно-таки работники, имеющие большой стаж и опыт работы. И те традиции пожарной охраны, которые еще нашими предшественниками устанавливались, они передаются из поколения в поколение. Мы их пытаемся сохранить. Это и самоотверженность, и готовность прийти на помощь. Это высокий профессионализм, что достигается ежедневными подготовками. И, соответственно, результат тогда будет только положительный. Я уверен в каждом нашем работнике, в том, что они в сложной ситуации с честью свой долг исполнят, не спасают, всегда профессионально придут на помощь. Как правило, огнеборцы прибывают на место происшествия раньше других экстренных служб. В Кировской пожарной части номер 30, как мы с вами уже видели, действия боевых расчетов доведены до автоматизма. Это очень нелегкая и ответственная служба. Говорить высокопарные слова в отношении этих ребят не имеет смысла. Глаза спасенных ими людей сделают это без лишних слов. Я же вам рекомендую, дорогие друзья, всегда аккуратно обходиться с огнем. Берегите себя и своих близких. И помните, телефон пожарной службы 01. Редактор субтитров А.Семкин